Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня я хотел бы показать отличный бой на Чифтейне. Очень грамотное сражение, которое реально интересно смотреть было. И давайте же посмотрим. А на фоне я сообщу вам самые интересные новости мира танков. Основная новость у нас заключается в том, что бомбануло у европейских игроков конкретно по поводу баланса 3.0. И там этот баланс совершенно не любят. И многие игроки, что в принципе совершенно логично, задают вопросы Wargaming, на что уже были даны ответы от Wargaming. Но не ждите от этих ответов какой-либо информации полезной, потому что я уже прочитал эти ответы. И в них практически нет никакой полезной информации, только одни оправдания и какие-то стандартные ответы. В общем, прописанные там, видимо, заранее, как нужно отвечать на любой хейт и на любые, также на хорошие вопросы. То есть на все отвечают одинаково они. Поэтому я не буду тут зачитывать все эти ответы разработчиков. Лишь кратко, может быть, так ситуацию уже заясню. Но вообще сейчас, конечно, разгорается такой вот скандал, особенно на европейском сервере, где уже прошел такой вот флешмоб. Игроки устроили такой хэштег. Везде пишут на NoBalanceUpdate. Ну, то есть, чтобы не было этого обновления с балансом. То есть практически все в Европе против. И на самом деле есть большая разница между европейской аудиторией и СНГовой аудиторией. То есть если у нас, например, выходит какое-то плохое обновление, и игроки говорили, что это плохое обновление, нам этого не нужно. То в Европе после этого онлайн довольно-таки серьезно так падает вниз. То есть там это серьезно влияет. То есть игроки все очень болезненно воспринимают. И зачастую просто покидаются сервера. То есть перестают играть в игру. У нас же, например, если выходит какое-то плохое обновление, у нас тоже может начаться жесткий такой вот срач и так далее. Но при этом, конечно, тоже часть игроков отваливается. Но не такая большая, как и в Европе. Хотя и в Европе и так-то, в принципе, не очень много игроков играет. Ну, правда, я так походил по форумам и посмотрел мнение игроков там. Ну и большинство, ну не большинство, но многие люди тоже задают как бы из СНГ аудитории, почему, в общем-то, такие вот недоработки в балансе, почему не учитываются некоторые танки. То есть они просто, по сути, убиваются. Например, взять там Хедзера какого-нибудь или взять, я не знаю, ну, танки с орудием F-30, например, Т-28 какой-нибудь Шермана, там или ФВ-215Б-183, или ПЗ-4 Гидростат, или там многие другие танки, которые фугасы используются, они, по сути, просто похоронены варгеймингом. То есть варгейминг их уничтожает, по сути. Ну, если у бабахи, например, ФВ-215Б-173 есть хоть какая-то еще альтернатива, то есть, например, ну, понятно, что они могут бронебойные зарядить с огромной там АЛФО и пробить им, то у многих фугасных танков вообще не остается никаких шансов. То есть, по сути, их уничтожают. Ну, взять хотя бы Центреон МК-71, это, конечно, не фугасный танк, но у него тоже второй тип снарядов голдовый, у него, как бы, ну, хэш-фугас, но их тоже понерфили, и, собственно, довольно-таки серьезно это ударило по этому танку. Ну, также еще могу отметить, что почему-то разработчики, ну, оставили такие же значения пробития, как сейчас есть на основном сервере игры КВ-2, что довольно любопытно. То есть, КВ-2 и КВ-2 премиумный Рагнарог, они до сих пор остаются с таким же бронепробитием на тестовом сервере Песочницы. Wargaming очень как-то странно на это отвечает, что это, как бы, особый такой танк по геймплею, и ему это нужно, но при этом другие танки, они, как бы, полностью игнорируют и под ноль занерфливают им фугасы. Также, конечно, очень большие могут проблемы начаться с тем, что будет перенаселение ПТ-САУ в рандоме, потому что понятно, что игроки будут пересаживаться на всякие ПТ-САУ, чтобы пробивать чаще, чтобы наносить урон, меньше, в общем, голдой стрелять, ну, чтобы не тратить серебро, и при этом, естественно, если у тебя и пробитие, есть и альфа, там, например, вот у Объекта 268-го, у него там 930 альфа и пробитие там больше 300, то есть он спокойно может наносить урон основными снарядами. То есть, сами понимаете, ну, что с этого произойдет, то есть, естественно, танки, у которых геймплей сейчас завязан на голде, они полностью убиваются, а танки, которые сейчас вот просто обладают хорошим бронепробитием, они, наоборот, становятся имбами. Ну, в общем, тут есть что обсудить, я всю эту тему не буду в видео вставлять, можете сами там почитать, ну, ответы эти, ссылку на них дам в комментариях. В общем, могу сказать, что, конечно, многие недовольны, но при этом, что я вижу в СНГ, большая часть игроков как бы пофигистически на это относятся, что странно на самом деле, потому что, естественно, сейчас вот решается, по сути, судьба игры, и если вот в таком вот виде баланс поставить на основной сервер игры, не знаю, как это повлияет, напишите в комментариях. Также, что хотел бы отметить, вы можете выиграть золото в этом видео, достаточно в комментарии указать свой игровой ник и досмотреть данное видео до конца. Вот победители прошлого видео, которые выиграли золото свое. Также вы можете дополнительно урвать 5000 золота на сайте воткит. Благодаря данному сайту, по сути, данное видео и делается. И, собственно, вы можете урвать там золото, премиум технику и много всего интересного. Используйте мой промокод, который позволит вам получить дополнительный бонус на данном сайте. Следующая новость заключается в том, что тестовый сервер Песочница понемногу, в общем-то, заканчивается. И если вдруг вы не знали, ну, хотя я много раз говорил, и, в принципе, официальные источники об этом говорили, о том, что 19 февраля в 12.00 закончится тестовый сервер Песочница, и уже не будет возможности получить подарки за участие на этом тестовом сервере Песочница. А именно 5 дней премиум аккаунта, 10 аптечек, 10 больших ремок, 10 огнетушителей, 10 резервов на свободный опыт, 10 резервов на опыт обычный, а также на опыт экипажа. Такие вот призы, но до этого придется сыграть, по-моему, около 55 боев, при этом попасть в топ-10 по опыту. То есть, если вам эти призы нужны, то придется вот сейчас вот уже начинать играть, если раньше этого не сделали. А также стал известен танк, который будет по скидке в следующем месяце. Это у нас УДИС-15-16, то есть шведский средний танк с 1 по 31 марта, вот он будет. По скидке еще два остальных танка выберет Варгейминг. Также еще день премиум аккаунта вы сможете получить на 23 февраля, если будете играть в этот период. Также еще к другим претензиям, которые игроки предъявляют Варгеймингу. Многие недовольны то, что Варгейминг апнул арту. Хотя Варгейминг как бы отныкивается, говорит, нет-нет-нет, мы арту не апнули, просто ХП у танков возросли и все такое. Арта как бы не станет сильнее, это мы вам точно говорим. Но игроки заметили, что арте добавили, во-первых, специальные фугасные снаряды с огромным сплэшем. Сплэш просто, я не знаю, на некоторых артах, типа Т-92 такой, что ни за какими укрытиями вообще спрятаться просто невозможно. То есть, этим сплэшем там критуются модули через дома, через все, что только можно. Наносятся колоссальные уроны и так далее. Также добавили арте в бронебойные снаряды. И это не шутка сейчас, вдруг не слышали. Правда, эти бронебойные снаряды, они очень медленно летят. Да, это как бы их недостаток, они летят как фугасы, очень медленно, очень сложно попасть. Но при этом вполне реально попадать, особенно если приноровиться по таким танкам, как Маус и так далее. То есть, такие вот большие танки, которые сейчас-то, они очень хорошо играются. Вот им дополнительный подарок в виде того, что они там медленно едут. И бронебойными снарядами можно их пробивать, наносить весьма существенный урон. Пробитие там весьма достаточное. И, конечно, это, ну, такой полный абзац, скажем так. Также разработчики значительно апают колесную технику. Вот вы слышали, чтобы кто-нибудь говорил, апните Wargaming, пожалуйста, арту и апните колесную технику. Но Wargaming берет и апает. То есть, я вот заметил, что Wargaming любит что-то там делать, то, что у них никто не просит. То есть, там люди, например, могут годами просить, пожалуйста, Wargaming дорогой, и там апните ИС-4. Ну, пожалуйста, танк лежит уже годами в ангаре. Там апните, пожалуйста, ИС-7. Ну, ладно, по ИС-7 его вроде апает чуть-чуть, но он все равно тоже не очень. Ну, и там апните ИС-100, он устарел там, апните ИС-5. Ну, Wargaming как бы сидит там у себя в офисе, говорит, что мы как бы подумаем об этом. Вот мы там, конечно, апнем, но когда-нибудь там. Но при этом они же и апают колесников, при этом уже апают их в патче 1.8, если что, который вот-вот выйдет. То есть, это ап не только в песочнице, но еще и вот сейчас вот выйдет ап. То есть, там улучшили подвижность, темно, заднего хода и так далее. Так еще и мы ХП добавили очень даже много. То есть, реально колесники обладают там супер впитываемостью урона, свои вот эти вот колеса. То есть, вы сами понимаете, что часто по ним стреляют без урона. То есть, вот эти вот колеса впитывают весь урон. И из-за этого они как бы ездят там, светят, и никто убить их не может. Плюс еще бешеная у них скорость. Так им еще и ХП-то капнули нормально. То есть, теперь их еще в два раза сложнее уничтожить. Так еще и теперь, ну, фугасы понерфили. То есть, многие по ним фугасами там стреляли, тоже наносили урон. Там хотя бы колеса им там ломали и так далее. Там моды всякие, если бы удавалось попасть. Сейчас ноль пробития фугасом, то есть, колесника невозможно пробить фугасом. Ну, наверное, кто-то скажет, блин, ну, как бы у колесников тоже есть фугасы. Их тоже нерфят. Ну, да, их нерфят, но при этом то, что вот эти вот изменения, которые я сказал, озвучил, они настолько положительно влияют на эти танки, что, ну, в общем, это больша апт, нежели нерф. Ну, и, конечно, все это как бы вызывает множество вопросов. То есть, куча вообще всяких вопросов. Такое ощущение, что крайне сухой, в общем-то, тестовый сервер Песочница вышел. То есть, на мой взгляд, нужно миллион доработок вводить. То есть, объяснять игрокам, как это все будет работать, потому что я лично сейчас не вижу того, как это будет все нормально работать, чтобы, ну, в общем-то, не сломать баланс, а кончать. Он и так-то по швам трещит, как бы, этим балансом трещит. Ну, вообще можно Рубикон устроить. Напишите в комментариях, что вы думаете. Спасибо, друзья, что досмотрели до конца. Желаю вам удачи. Пока.